Здравствуйте! Председатель партии «Яблоко» прибыла сегодня в Самару. И сейчас Эмилия Слабунова находится в студии программы «Город С». Здравствуйте, Эмилия Эдгардовна. Здравствуйте. Рада вас видеть. Скажите, пожалуйста, что вас связывает с Самарой? Ну, с Самарой меня связывают даже личные тёплые отношения. Я 10 лет прожила в Самаре, здесь закончила школу, университет. В университете занималась этнографией, поэтому северную часть области я и пешком прошла в этнографических экспедициях. Да, значит, у вас ощущения приятные. Очень. Вы пребываете уже в мест, которое знаете. Это мой родной город. И, надеюсь, любите. Да. Скажите, пожалуйста, сегодня у вас насыщенный день, я знаю. Я знаю, встречи, эфиры. И часто в своих выступлениях вы говорите о человеческом факторе и таком гуманитарном аспекте жизни. Почему это для вас так важно? Потому что это отличается некоторым образом от выступлений других политиков. Да, мы сейчас действительно уделяем этому первостепенное значение. Уважение к человеку – это наш краеугольный принцип, потому что мы считаем, что нынешняя власть, она потеряла человека. Настолько она сейчас занята самосохранением, укреплением своих собственных позиций. И человек оказался вытеснен из бюджета. Если мы посмотрим на структуру расходов федерального бюджета, то более 20%, практически там уже четверть бюджета – это военные расходы. А если вместе с расходами на правоохранительные структуры, на чиновников, то это уже более 40%. При этом постоянно сокращаются расходы на образование, здравоохранение, культуру и бесконечная волна оптимизаций, в результате которых потеряны уже тысячи больниц, поликлиник, тысячи школ, библиотек, что ухудшает качество и доступность этих услуг. Мы, конечно, с этим мириться не можем. И, кроме того, речь не только о структуре бюджета. Если посмотреть с точки зрения местного самоуправления, практически ликвидирована сегодня выборность власти. Это значит, власть не подотчетна людям, закрыта от людей. Местные бюджеты, которые сегодня бюджетная политика и межбюджетные отношения выстроены таким образом, что все собираемые доходы и налоги в основном концентрируются на верхних этажах бюджетной системы. И то, что остается на местном уровне, не позволяет решать сегодня первостепенные задачи по улучшению условий жизни людей. Почему так много аварийного жилья в стране, почему такие плохие дороги, очереди в детские сады? Потому что, если посмотреть бюджетную обеспеченность на душу, ну вот в Самаре по итогам 2015 года, я посмотрела это порядка 22 тысяч, это еще не самые плохие цифры, а у нас есть города, где 10-13 тысяч, а в маленьких 3 тысячи на душу. А какие детские сады, дороги и жилье? Ну, у вашей программы такое говорящее название «Уважение к человеку», и там есть такой раздел «Социальные технологии». Что вы вкладываете вот в такое понятие «Социальные технологии»? Мы считаем, что, во-первых, вот говоря о человеке, человеческий капитал – это важнейший фактор конкурентноспособности в современном мире. Потому что только здоровый человек, образованный, имеющий хорошие условия жизни и будет иметь хорошее настроение, производительность труда и с полной отдачей работать. Но точно так же очень важны и связи между людьми, доверие, возможность людям реализовать свои интересы через общественные организации, открытость власти, публичная дискуссия. Ведь у нас, посмотрите, что сейчас происходит и в средствах массовой информации. У нас нет сегодня площадок, где можно было бы обсуждать актуальные проблемы. Посмотрим на центральные каналы. Мы обсуждаем проблемы Европы, любых других стран. Внутренняя повестка у нас практически исчезла. Нам пора вернуться домой и обсуждать собственные проблемы своих городов, регионов, своей страны. Для этого должна быть публичная дискуссия. Для этого должны быть полярные различные точки зрения представлены, потому что только так можно добиться истины. Поэтому вернуть нормальные человеческие отношения, доверие – это очень важная задача и власти, и общества в целом. Вы сказали про Европу. И часто вы говорите о преимуществах европейского пути развития. Вот насколько он приемлем для России? Не возникнет ли у нас проблем, если мы по этому же пути пойдем? Каким вы его видите, пути развития России? Так дело в том, что мы цивилизационно складывались в рамках европейской цивилизации. И именно европейская цивилизация две с половиной тысячи лет назад устами такого философа, как Протагор, сказал, что человек – есть мера всех вещей. А позже такой тоже знаменитый философ Эммануэл Кант сказал, человек – есть цель. И всегда цель, и человек не может быть средством. Поэтому все, что делает власть на всех уровнях, на муниципальном уровне и до федерального, общегосударственного уровня, все должно делаться для человека. Только тогда человек будет работать с полной отдачей, он будет уважать эту власть, он будет патриотом, потому что понимает, что его страна относится, его власть с уважением к нему и создает все условия. И мы видим, что тот путь, который прошла европейская цивилизация, в основе его лежит как раз этот принцип. Собственность защищена, суды независимы, реальная оппозиция и политическая конкуренция присутствуют, сменяемость власти присутствует. Именно сменяемость власти, она делает политическую сферу и весь государственный организм здоровой. Как только сменяемость власти исчезает, так значит возникают застойные процессы. Мы видим, как организована система здравоохранения, система образования. Все это с уважением к человеку. Не случайно. Наши люди зачастую, приезжая в эти страны, говорят, ну надо же, все для человека. И посмотрите, последние опросы, 20 с лишним процентов населения сейчас говорят о том, что они рассматривают для себя как возможный и желаемый путь выезд из страны. И почему? Какая мотивация? На первом месте, что там более благоприятные условия для жизни. На втором месте отмечается экономическая ситуация неблагоприятная в нашей стране. На третьем месте это будущее для детей. То есть наши люди совершенно справедливо, и мы с вами как женщины прекрасно понимаем, да, мы всегда думаем о будущем своих детей, об их перспективах. Чтобы они были здоровы, хорошо образованы, чтобы они получили работу, имели возможность иметь нормальное жилье, да, и там детский сад для своих детей. Это все для человека. Именно этого ищут наши люди. И я считаю, что это просто недопустимо, чтобы четверть населения мечтала жить в другой стране. Настал момент, когда мы должны свою страну обустроить. И должны дискутировать не столько о том, что происходит вокруг нас, сколько о том, что у нас внутри. И как сделать нашу страну и условия жизни для людей. Именно в этом заключается настоящий патриотизм. Да, я с вами согласна, но мы зачастую очень много говорим, а когда вот эти прекрасные идеи озвучиваются, а когда сталкиваемся с действительностью, нет денег, и они просто не реализуются. Вот у вас есть конкретные предложения по тому, как реформировать ту же систему здравоохранения? И где вы будете брать деньги? Потому что говорить, конечно, можно много. Конечно, у нас очень конкретная программа, касающаяся абсолютно всех сфер. Причем, должна сказать, что в нашей программе вообще есть даже такие разделы, которых нет ни у кого других. Как, например, развитие городов или, например, развитие туризма или передовые технологии и так далее. Если говорить о системе здравоохранения, в первую очередь, здесь целый комплекс мер. В первую очередь, это смена установок сознания, что здоровье есть общественная ценность и благо. Соответственно, вторая важная задача, что все усилия должны быть сконцентрированы на охране здоровья. А значит, первостепенное внимание должно быть уделено амбулаторной помощи. Конечно, очень важна и нужна медицина высоких технологий. Но мы понимаем, что необходимость в ней возникает тогда, когда дело дошло до тяжелых заболеваний. А нужно не довести до них. И для этого нужна именно очень качественная и охрана здоровья, и амбулаторная помощь. Мы считаем, что система организации здравоохранения на основе страховой медицины, к сожалению, она себя не оправдала. Поэтому только возврат к бюджетной системе здравоохранения под гарантированный набор медицинских услуг. И очень четко эти гарантии должны быть обеспечены. Все, что сверх этих гарантий, оно может быть и на платной основе, но ни в коем случае нельзя делать бизнес на здоровье людей. Мы видим, чем это обернулось. И сокращение расходов на здравоохранение, они сейчас достигают менее 4% в структуре нашего бюджета. И то, что тысячи поликлиник, фельдшерских пунктов и больниц закрыты, обернулось тем, что иногда люди в некоторых регионах, а жалобы постоянно поступают, тратят уже сутки только на то, чтобы добраться на прием к врачу. И еще это требует достаточно большого количества средств. Кроме того, те нормы труда, которые сейчас в здравоохранении, они не позволяют уже врачам работать с больными. Они заполняют огромное количество бумаг. Поэтому оптимизация, бюрократизация, этому просто необходимо и жизненно важно для наших людей положить конец. Поэтому бюджетная система организации здравоохранения, та, которая в значительном большинстве, можно сказать, европейских стран применяется, именно она показывает, что обеспечивает здоровье нации. У нас, поскольку реальная конкуренция среди страховых компаний не обеспечена, все учреждения здравоохранения стали фактически передаточным пунктом для денег в систему страховых компаний. Давайте поговорим про реформирование ваших предложений системы образования. И потом все-таки я повторю свой вопрос, где взять деньги? Проектов много, да? Вы обозначили столько пунктов. Если говорить об образовании, то вот должна, может быть, для кого-то даже это будет открытием, но сообщить о том факте, что у нас одна из самых массовых услуг, если уж говорить в экономических терминах, да, хотя это тоже, на наш взгляд, совершенно неприемлемо, образование – это также важнейшая общественная ценность и важнейшее общественное благо, и также важнейший фактор конкурентноспособности страны. И, ну, если говорить в терминах услуг, одна из самых массовых, но никто при этом не знает, сколько это реально стоит. И как ни стремились уйти от остаточного принципа финансирования образования, но все осталось точно так же, только немножко в другом формате. Имеющиеся деньги по остаточному принципу, которые собирают Министерство финансов, там региональные, делятся на детские души, и нам говорят, вот он норматив. А никто реально не посчитал, сколько стоит реализация государственных образовательных стандартов. А без этого не обеспечить гарантии качественного образования. У нас право на образование стало зависеть от региона, в котором проживает ребенок. Стандарт государственный на всю страну, но в одном регионе на это 15 тысяч на душу, в другом 70 тысяч, в третьем 100 тысяч, и, конечно, равного доступа не обеспечить. Я по этому поводу, как депутат Законодательного собрания Карелии, готовила законопроекты в Государственную Думу о соответствующих поправках. Обязательно должен быть просчитана реальная стоимость, она должна быть гарантирована, включаться механизмы компенсации тем регионам, которые не смогут эту нижнюю планку обеспечить, чтобы выровнять бюджетную обеспеченность, и чтобы право на образование от этого не зависело. Точно так же система образования сейчас задыхается от оптимизации, от бюрократизации, от того, что нормы труда совершенно нереальны и не позволяют педагогу должным образом работать с детьми. Поэтому это все требует абсолютно кардинального переосмысления и изменения системы управления. Теперь с культурой такая же ситуация. 0,6% в структуре расходов бюджета на культуру. Вы, извините, вы говорите, что у культуры есть ресурс. Мне очень интересно, какой же у культуры ресурс? Вот, к сожалению, культура у нас пока не рассматривается как ресурс развития ни городов, ни регионов, ни страны в целом. Но тот этап развития общества, в который мы вступаем, он показывает, что из индустриальной стадии развития промышленной очень тяжело, и через очень серьезные кризисы выходят многие города и регионы, и Европа уже прошла этот путь. Вот в чем наше преимущество, говоря о европейском пути, да? Эта цивилизация, она уже наработала такой опыт, что нам можно идти уже, можно сказать, по этой столбовой дороге. Это уже автобан, по которому можно нестись на огромной скорости, пользуясь этим опытом. Как это делать? В том числе, очень многие города, развивая всю инфраструктуру культуры, используя потенциал истории своих городов и территорий, привлекают огромное количество туристов и обеспечивают пополнение доходной части своего бюджета. А мы видим, что у нас десятки тысяч памятников культуры и истории находятся в таком состоянии. И говоря при этом очень много правильных вроде бы слов о патриотизме, но состояние памятников истории культуры говорит все о себе. Вот он, наш патриотизм, это наши исторические развалины, к сожалению. Когда у нас 0,6% на уровне статистической погрешности, когда у нас люди, которые обеспечивают становление ценностей, воспитание, передачу этих культурных ценностей людям, получают нищенскую заработную плату, то вот здесь все красивые слова о патриотизме, они просто разбиваются в пыль. Теперь к вопросу о деньгах. Где взять деньги? В первую очередь этих путей очень много. В первую очередь изменение структуры расходной части бюджета. В условиях, когда мы тратим почти половину бюджета на чиновников, на военные расходы, на правоохранительную систему, понятно, что на человека уже не остается здесь ничего. Значит, это первый путь – изменение структуры расходов в бюджете. Второй путь – это, ну, их много, я уже не в приоритетном порядке, а просто вот в назывном – это, конечно, пополнение доходной части бюджета. Наше правительство говорит о том, что 30 миллионов человек – это 40% экономически активного населения сейчас в тени, а вице-премьер Ольга Голодец об этом сообщает публично. Что это значит? Значит, эти люди не являются налогоплательщиками, пополняющими бюджеты. Если мы создадим условия для того, чтобы и так называемая гаражная экономика, и те люди, которых записали даже в новый класс прикариат, так называемый, вот теперь есть такое понятие, да, которые работают на неполной занятости, неофициально оформлены. Если обеспечить условия для их официальной работы, а сделать это можно элементарно, принять закон о самозанятости, чтобы человек приобрел только патент, без оформления индивидуального предпринимательства, да, и по этому патенту он бы обеспечил собственную самозанятость и свои доходы, и только оплата за этот патент у 30, даже пусть меньшего количества, там, 20-15 миллионов людей – это сразу огромная статья доходов. В-третьих, у нас очень эффективно расходуются бюджетные деньги. Посмотрите, сколько об этом говорит наша счетная палата. Сколько у нас на депозитах у госкорпораций. Там лежат целые бюджеты регионов. Например, фонд содействия реформированию ЖКХ, агентство кредитных гарантий и многие другие. А сколько госкорпорациям передается субсидий, которые зачастую там месяцами и годами на депозитах, с них получают проценты и, можно сказать, жируют за счет этих денег, а они могли бы эти деньги работать. А коррупция? Да, вот как раз мой следующий вопрос по коррупции. Мы же видим одну за другой коррупционные те истории, в которых просто миллиарды и миллиарды рублей. Мы все это видим, мы с этим живем. А у вас есть методы борьбы? Лично ваши и партийные принципы, вообще представления, варианты, как это можно не искоренить коррупцию, никогда не искоренить. Конечно. То, что касается бюджета, это и формирование бюджета, и изменение принципа бюджетной политики и межбюджетных отношений, они должны выстраиваться совершенно по-другому. И налоги должны являться инструментом развития, развития территории, развития человека, развития государства в целом. И изменение межбюджетных отношений таким образом, чтобы значительная часть собираемых налогов оставалась на местном уровне. укрепляла финансовую основу местного самоуправления, что позволяло бы решать задачи, первоочередные жизненно важные задачи для населения. Но здесь целый комплекс мероприятий, касающийся бюджетной политики. То, что касается коррупции, здесь, опять же, отработанные уже и теми же европейскими странами пути, как с ней бороться. Для этого должны быть независимые средства массовой информации. И мы видим, что те, которые у нас еще сохранились, сколько антикоррупционных расследований, которые ими проводятся. Во-вторых, это независимые суды. К сожалению, наша судебная система обслуживает нынешнюю систему власти. И тот институциональный кризис, который у нас есть и в правоохранительной системе, он сегодня как раз тоже работает на то, чтобы коррупция процветала. Как только будут независимые суды, соответственно, это будет перекрывать коррупционные каналы. Кроме того, мы должны ратифицировать 20-ю статью в соответствующей резолюции Организации Объединенных Наций, чтобы чиновники отчитывались о своих расходах. Мы же прекрасно видим, насколько не соотносятся доходы и расходы чиновников и те дворцы, которые мы наблюдаем с вами и в реальной жизни, и в ходе расследования этих дел. Вот еще один канал. Вот по данным, которые у меня поступили совсем недавно, только в 2014 году, скажем, в той же таможенной системе, страна потеряла порядка 40 миллиардов долларов. Только за счет того, что ассортимент и стоимость поступаемых товаров показываются совершенно иным образом при пересечении границ. Поэтому этих инструментов очень много. У нас, к сожалению, коррупция не только на высоком, высшем уровне, но и на бытовом практически везде в нашей жизни она присутствует. Это тоже нужно, вот это поле тоже, наверное, нужно рассматривать. Я хотела уточнить вашу точку зрения по поводу санкций. Как вы к этому относитесь? Относитесь, и многие видят в этом плюсы. Наша экономика как-то мотивируется, получает такой... К сожалению, мы не можем с этим согласиться. Мы считаем, что те антисанкции, которые предприняла наша страна в ответ на санкции, это совершенно ошибочный и неправильный путь. Причем здесь нужно очень много аспектов выделить, и я скажу, что можно было и нужно было бы сделать в ответ, скажем, на те же санкции. Хотя и сами санкции – это результат неправильной внешнеполитической нашей деятельности. Но если об антисанкциях, к чему это привело? Во-первых, рост цен. На 30 с лишним процентов выросли цены на самые жизненно важные продукты питания. И дело дошло до того, что уже говядина попадает теперь в разряд чуть ли не элитных продуктов питания для нашего населения. Сузилось значительно конкурентное поле в связи с тем, что перестали поступать продукты питания. Это значит сразу, мало того, что дополнительно стимулировало рост цен, но это привело к ухудшению ассортимента и качества этих продукций. Этой продукции. Сколько мы видим проблем сейчас и с пальмовым маслом, и с тем, что в составе наших сыров и извести, и там уже чего только нет. Нет. Кроме того, уничтожение продуктов, которые мы сейчас наблюдаем на наших глазах, в стране, которая пережила голод 30-40-х годов, Ленинградскую блокаду, 33 полигона по уничтожению продуктов питания в нашей стране от Калининграда до Владивостока – это просто преступление власти. У нас Россельхознадзор сейчас отчитывается о том, сколько тысяч тонн продуктов уничтожено. 7,5 тысяч тонн продуктов – это, кстати, уже посчитано через нормы потребления калорий. Это позволяет и позволило бы накормить такой город, как Самара, трое суток трехразовое полноценное питание. Более миллиона человек. Представьте это в условиях, когда у нас в детских домах дети получают недавно обнародованную информацию в Ростовской области, в детских домах стакан сока один раз в две недели, и при этом рядом на полигоне 150 тонн македонских яблок уничтожается, вместо того, чтобы этим обездоленным детям эти бы продукты поступили. Мы считаем, что это просто преступление власти. Поэтому и антисанкции должны быть отменены. Конечно, защищать российского производителя важно и нужно, и необходимо. Но мы должны защищать еще и отечественного покупателя также. Это уважение к человеку. А когда у нас сейчас 20 миллионов человек оказались за чертой бедности, когда на треть у нас повысились цены, вот оно, отношение к человеку. Что можно и нужно было бы сделать, например. И год назад в Государственной Думе на парламентских слушаниях по развитию внутреннего и въездного туризма я представляла пакет предложений от своего региона как депутат законодательного собрания. В числе этих предложений отмена виз для туристов, въезжающих из европейских стран нужно было открыть границы и пригласить, и посмотреть в ответ на санкции. Да посмотрите, как мы живем. Да посмотрите, как мы настроены по-человечески ко всему хорошему и доброму в этой жизни и в этом мире. И в условиях, когда в результате санкций нам перекрыт доступ к мировым финансовым рынкам. Да и посмотрите, какие дорогие сейчас кредиты и насколько они являются ступором для экономического развития. В условиях, когда перекрыты рынки к новым технологиям. Да и задыхается страна сейчас без денег, то вот они деньги, учитывая курс рубля, иностранные туристы с огромным удовольствием поехали бы сюда, тем более, когда был бы упрощен визовый режим. Ваши предложения. И это очень серьезная поддержка малому и среднему бизнесу. Отели, кафе, рестораны, транспортные компании, торговля. Это все получило бы своего потребителя услуг. И люди с деньгами бы, они вложились бы в наш малый бизнес, во-первых. А во-вторых, это очень серьезные и такие фундаментальные гуманитарные контакты, сохранение добрососедских отношений на этом гуманитарном человеческом уровне, позволило бы затем легче восстанавливать отношения и на межгосударственном уровне. И все там, скажем, сомнения по поводу того, что приедут там террористы и так далее. Те правоохранители, которых у нас такое количество, должны и безопасность обеспечить за такие бюджетные деньги, во-первых. А во-вторых, посмотрите на те страны, которые отменили визы. Монголия, Грузия, многие другие. По туризму тоже у вас. Все там спокойно и все нормально происходит. У нас просто очень много времени остается. Я позволю себе сказать, что у вас такой философский взгляд на вещи, которые я отметила, и психологический такой некоторый подход к решению проблем. Это и есть такой женский стиль в политике? Да, совершенно верно, Татьяна. Это явная философия, психология. Я сегодня единственная женщина, лидер политической партии в нашей стране. И я пришла в большую политику для того, чтобы уже выступить просто, ну, в противовес этому мужскому стилю в политике. Но настала пора, когда нужно наводить порядок в нашем доме. И женским хозяйским глазом посмотреть на то, как живет. Там, где женщина, женщина всегда стремится обустроить все, что вокруг нее, создать условия для своей семьи, для своих детей. Там, где женщина, там всегда порядок, там все сыты, все накормлены, и все успокоены. И сравнивают с западными женщинами-политиками. Например, с Хиллари, ой, не с Хиллари, а с... И с Хиллари сравнивают, и с кем только они сравнивают. С Ангелой Меркель. У вас же немецкие корни. Есть у меня немецкие корни. И, наверное, у вас что-то общее тоже есть. Да, сравнивают, конечно, но настала пора, когда нам нужно обустраивать свою собственную страну и создавать условия для жизни людей. Хватит мериться амбициями, хватит смотреть, кто там у кого, где какие проблемы нужно на собственные проблемы посмотреть. Но для того, чтобы реализовать все ваши проекты, вам нужна широчайшая поддержка общественности. Очень коротко. Вы ее ощущаете, да или нет? Да, мы ее ощущаем. Более двух тысяч кандидатов сейчас у нас в нашей команде на грядущих выборах. И среди них бюджетники. На первом месте по количеству это предприниматели. Очень широкая поддержка. Все те, кто думает и переживает о перспективах страны. О том, чтобы она в этой жесткой конкуренции не выпала. Хорошо, что у вас есть поддержка. Мы вам желаем дальнейшей эффективности в работе, успехов и всего самого хорошего. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам за внимание. Спасибо.